Брестская детская областная больница – главная здравница для юных пациентов всего региона. Именно сюда, в хирургическое отделение, попадают дети, в организмах которых обнаруживается инородный предмет. Начиная от элементов конструктора и монет, заканчивая маленькими игрушками, магнитами и батарейками. Количество этих детей очень выросло. Сейчас у нас в неделю поступает 2, 3, 4 бывает ребенка, которые глотают всякие опасные предметы, из-за чего приходится извлекать их путем эндоскопии. Очень опасными предметами для заглатывания являются и батарейки, и магниты, и любой предмет, который по размерам сопоставим с размерами пищевода. Инородный предмет в организме ребенка может вызвать самые разные последствия. Наибольшую опасность в этом случае вызывает батарейка. Чем дольше она находится в любом отделе желудочно-кишечного тракта, тем выше риск ее разгерметизации. При этом из железного предмета выделяется сильная щелочь, сразу же вступающая в химическую реакцию и расплавляющая живые ткани. Опасность вот этого заглатывания батареек состоит в том, что очень часто батарейка сохраняет какой-то заряд остаточный, и при соприкосновении с тканями человека она начинает разрушать их. У нас в позапрошлом году пострадал ребенок, он ехал к нам издалека, из Столинского района. Ребенок, у которого батарейка, простояв несколько часов, вызвала пролежень в пищеводе. В итоге ребенок перенес несколько очень тяжелых операций. Наталья Романюк – настоящая образованная мама. Своему сыну она выбирает только цельные игрушки, достаточно большие, правильные по форме, развивающие мышление и, что немаловажно, недоступные для глотания. Предметы с батарейками Наталья тщательно убирает с глаз ребенка, ведь никогда не знаешь, откуда придет беда. Не всегда, может быть, стоит спешить, сразу идти на поводу у ребенка. Может, надо остановиться и подумать, а как совместить приятное с полезным. Может быть, в этой игрушке есть некоторые нюансы, которые не подходят. Например, детям до года мы же не даем, очень внимательно убираем игрушки, не даем мелких деталей. Маленький Артем Подушко пока играет только теми игрушками, которые покупает ему мама. Надежда Подушко понимает, ее маленький сын в силу возраста все предметы пробует на вкус. Маленькие детали, вроде батареек, она тщательно прячет. К игрушкам у женщины свои требования. В первую очередь мы смотрим производителя, чтобы были более натуральные, яркие, большие, цветные, чтобы ребенку было интересно. Главное, чтобы была яркая, удобная и в ручку хорошо бралась, и мылась хорошо. Батарейки и магниты – это не игрушки, напоминают врачи. Они могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Поэтому эти маленькие предметы лучше хранить в недоступных местах. Или уже использованные – утилизировать в специальные контейнеры, которые сегодня являются общедоступными.